Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет читаем книгу пророка Исаии. 58 глава содержит пророчества, которые обычно относят к послепленной эпохе. К эпохе, когда из вавилонского рабства, плена, возвратился остаток израильского народа и в обетованной земле, во Святом Граде, отстроили и храм, отстроили и стены городские и начали жить, возделывать землю и жить мирно и с Божьим благословением. Вот здесь, в 58 главе, эта глава начинается с призыва. С призыва, который, видимо, обращен, Бог его обращает, призыв к пророку и говорит, «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его». Это обращение Бога к пророку. Пророк призывается мужественно возвысить свой голос, не бояться, обличить грехи народа. Грехи, прежде всего, правителей, которые были названы выше стражами, пастырями, то есть правителей израильского народа, духовные и политические его правители. Обличать власть нужно. Это как раз способствует исцелению ее. Это нужно для того, чтобы власть совсем не обезумела от своего властолюбия. Так в чем же обличать-то? А вот в чем. «Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий правильно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают Меня о судах правды, желают приближения к Богу». Люди, израильтяне, современники пророка, они были приличными людьми, они хорошо себя вели, были воспитанными. Внешне вот это показное благочестие, внешне вот эта вот религиозность показная, она была, как во все века, во всех народов и всегда, и в наши времена. Человек, христианин, должен быть приличным человеком, соблюдать все правила, уставы, свечки ставить там, где положено, здесь за здравие, здесь за упокой. Вот тебе, Господи, три свечки, ты мне уж, пожалуйста, исполни три моих желания. Вопрошает человек Бога, говорит ему, задает какие-то вопросы, в том числе вопросы о судах правды. Человек стремится к какой-то справедливости, к правосудию, забывая о том, что сам прежде всего должен быть справедлив в своих отношениях с ближними. И вот такой человек может обижать своих ближних, угнетать их, вгонять в долговую кабалу, богатый человек вгоняет бедного в долговую кабалу, ипотечную и прочую, и в то же время ходить в храм, думать, что он человек праведный, благочестивый, правоверный, все правильно исполняет, все заповеди, приносит жертвы, но посты соблюдает, дальше о постах будет речь идти. Но, однако, он подвергается здесь пророческой критике, такой человек. Почему? Дальше содержится прямая речь вот этих самых праведников, в кавычках, те, кто имеют внешний вид благочестия, но силы его отреклись, как сказано. «Почему мы постимся, а ты не видишь? Мы же для тебя, Господи, постимся. Смиряем души свои, а ты не знаешь». Конец вот этой цитаты, этих слов, которые пророк влагает в уста тем людям, которые задают Богу вопрос о справедливости. То есть, если мы постимся, если мы смиряем свои души, то чего же ты не исполняешь наши желания? Услышь нас, исполни наши желания, желания сердца нашего. Вот эти вот наполненные триуммы, рауты, вояжи и все остальное, о чем в известной песне пелось. Давай исполняй, мы же вот исполняем то, что ты нам повелел, а ты тоже исполни со своей стороны. Ты мне, я тебе. Вот мы постимся, а ты не видишь, смиряем души, а ты не знаешь. Видимо, речь здесь идет о посте, которым сопровождается день искупления, день Йом-Кипур, когда суровый пост, ничего нельзя есть, ничего нельзя пить. Также были другие посты, конечно. Часто эти посты были связаны с какими-то скорбными событиями, с трауром. Вот как бы там ни было, пост всегда необходимый элемент, необходимая составляющая жизни религиозного человека. Так вот, дальше Господь через пророка отвечает, почему израильтяне, я же теперь все идет о высших классах, религиозная аристократия, правители, вот эти самые пастыри, почему израильтяне, в лице своих начальников, почему они постятся, а Бог не слышит, смиряют души, а Бог как будто бы и не знает этого. Ответ Божий вот так звучит. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Оказывается, во время поста надо исполнять не свою волю, а чью же тогда волю Божью. А в чем она состоит, это Божья воля, мы узнаем дальше. Вот вы поститесь для ссор и для распри, и для того, чтобы дерзкою рукой бить других. Когда человек голодный, он злой, но не только поэтому. Если ты постишься, то не требуй тяжких трудов от других, не постись для того, чтобы ссориться. Вот не мной было замечено, но заметил один человек, что люди часто, православные христиане, мы с вами, бывает такое среди нас, что люди постятся, молятся, причащаются, как будто бы для того, чтобы еще злее стать. Зачем же тогда? Зачем тогда пост? Зачем молитва? Зачем причащение даже, если оно тебя не меняет? Это все становится мертвым ритуалом. Загадка Евангелия от Иоанна, почему там отсутствует описание Тайной Вечи, почему отсутствует описание Евхаристии у Иоанна? Некоторые библисты отвечают на этот вопрос так, что община Иоанна превратила Евхаристию в конец I века, начало II в пустой ритуал, в любовь к ритуалу, в любовь к службе, а отношения между ними уже были далеки от христианского идеала. И тогда Иоанн говорит, вы лучше ноги друг другу мойте, чем брать в руки хлеб и говорить, сей есть тело мое, брать чашу и говорить, сей есть кровь моя Нового Завета. Поэтому Иоанна отсутствует в Писании Евхаристии по одному из объяснений. Мне кажется, это объяснение убедительным достаточно, почему Иоанн вдруг решил не описывать Евхаристию, вместо этого у него омовение ног в его Евангелии. Вот христиане должны, как говорит пророк Исаия, поститься, но не для ссоры, для распри. Скажем, мы не постимся для ссоры, для распри. Мы постимся, чтобы Господь нас услышал, нас услышал. Так вот, хорошо, поститесь, но тогда прекратите во время поста ссоры и распри, тогда Господь вас услышит. Поститесь для ссоры, для распри, для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Вспомним предыдущую главу. Господь живет на высоте небес. Голос, чтобы ваш был услышан на высоте. Кольба Рама, голос на высоте. Голос должен быть услышан на высоте. Не только голос молитвы, чтобы слышали на земле, Твои самолитвенники, на чтобы твоя молитва была услышана Богом. Молись сердцем сокрушенным и духом смиренным. Голос твой будет услышан на высоте. Пост и молитва, говорят святые отцы церкви, они сопровождают друг друга. Пост усиливает молитву. Вообще молитву усиливают пост и милостыня. Вот здесь пост есть, молитва есть, а милостыни нет. Не проявляют милости к ближнему те, кто постятся. Здесь вот эти постники, обличаемые пророком. Дальше продолжается прямая речь Господа. Задается риторический вопрос. Таков ли пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. По заповеди, содержащейся в книге Левит, в пост, особенно пост, который сопровождает день искупления, человек должен смирять свою душу. Смиряйте свою душу. Кто не будет смирять свою душу, истребится душа та из народа моего. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Это все правильно. Но если это не сопровождается милостью по отношению к ближнему, такой пост Господь вряд ли примет. А дальше объясняется, какой же пост угоден Богу. Внимательно читаем. Начиная с 6 стиха. Вот пост, который я избрал. Прямая речь Господа. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо». Социальные отношения в то время были далеки от идеала в израильском обществе. К сожалению, богатые становились все более богатыми, бедные все более бедными. Бедные теряли свои дома, теряли свои земли. Хорошо это описано у пророка Михея. Становились из землевладельцев обезземеленными сельскими пролетариями, вынужденными обрабатывать чужие поля и даже орудия труда брать в аренду у богачей. Суды коррумпированные. За взятки тяж бы разбирали в пользу богатых и ввергали бедняков в еще большую кабалу, большую долговую зависимость от богатеев. И эта пропасть между богатыми и бедными угрожающе увеличивалась. И пророки видели в этом одну из причин, может быть, даже главную причину гнева Господня, за который народ должен быть наказан. Так было перед пленом. Здесь послепленное, скорее всего, это пророчество, но и в послепленное, увы, отношения между членами израильского общества, социальные отношения были далеки от пророческого идеала, от того, чего ждет от человека в его отношениях с ближними сам Господь. Нужно как раз порвать эти все долговые расписки, нужно отпустить человека в субботний год, в юбилейный год, простив ему все долги и даже обеспечив его и орудиями труда, и средствами к существованию. Вот что требует закон, вот что требуют пророки. А тогда давай постись, молись, тогда Господь тебя услышит, если ты угнетенных отпустишь на свободу. В синагоге Иисус Христос в своей первой проповеди актуализирует эти слова, ну и слова, конечно, содержащиеся во втором разделе Исаии в сороковых главах, но вот тема-то одна и та же. «Раздели с голодным хлеб твой, из китающихся бедных веди в дом, когда увидишь нагово, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». То есть дела милосердия. Дела милосердия должны сопровождать пост верующего человека. «Хочешь, чтобы твоя шоколадка стала постной? Разломи ее пополам, половину отдай нищему, половину съешь сам». «Хочешь, чтобы твоя курица синюшная из супермаркета стала и постной? Разорви ее пополам, половину курицы отдай нищему». И тогда эта курица станет постной. Иоанн Златоуз говорит, что во время поста нужно покупать самую дешевую пищу, а оставшиеся деньги раздавать нищим. Не устриц с омарами, а ножки буша. Вот их покупай, раздели с голодным хлебом, и будет твоя трапеза постной. «Когда увидишь нагово, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Все это будет прекрасно проиллюстрировано делами и словами Христа в Новом Завете. «Тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». То есть тогда Господь тебя услышит. «Почему мы постимся?» Задавали вопрос. «А ты не видишь. Смиряем души свои, а ты не знаешь». Видит Господь и знает, но не отвечает. А вот когда разделишь хлеб с голодным, скитающихся бедных ведешь в дом, а увидишь нагово и оденешь его, вот тогда и Господь увидит и услышит, и ответит. И свет твой воссияет, как заря. О свете сказано хорошо в 7 главе Евангелия. От Матфея говорит Господь в своей нагорной проповеди. «Вы свет миру» и так далее. Вот тогда ты будешь светом миру, и будешь светить, а не коптеть. Продолжаем. «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет, вот я, когда ты удалишь из среды твоей ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное». Высокомерие, вот эта вот надменность, чванство богатых верующих, их уничижительное отношение к бедным верующим в одной религиозной общине, они разрушают социальные отношения. Увы, это хорошо описано в произведениях и изображено в картинах русских писателей и художниках предреволюционного времени. Увы, и сейчас найдется кисть и перо для того, чтобы все это описать в нашу с вами, друзья, эпоху. Мало что поменялось. Но вечное и живое пророческое слово звучит, обличает нас, обличает наши общины, учит нас жить по-новому. Тогда наш пост будет принят Богом, и молитвы наши Господь услышит. Тогда мы, если все это исполним, будем светом, а не тьмой в этом мире, мире тьмы. Господь слышит молитвы, которые произносятся сердцем сокрушенным, духом смиренным. И тогда, когда мы прощаем ближнему все его долги, оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим, когда это не только слова, но и дело, тогда и Господь исполняет свои обетования и слышит наши молитвы. «И отдашь голодному душу твою, напитаешь душу страдальца». Душа, нефеш, это слово имеет множество значений, множество оттенков. Это и жизнь может означать, и «поешь и благословит тебя душа моя», например, такое выражение. То есть внутренность, то, что мы называем душой, связана, может быть, с насыщением хлебом земным, хлебом насущным. Но здесь о посте приятном Богу в этом контексте говорится о душе. Вот у голодного душа голодная, а если эту душу голодную накормить, она благословляет того, кто ее накормил. И благословит тебя, если ты напитаешь страдушу страдальца, напитаешь, то страдалец тебя благословит. Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. Понятно, что все эти обличения в основном здесь следует относить к богатым, к состоятельным членам общества. Но и у бедного, конечно же, и у нищего есть свои обязанности по отношению к ближнему. И Господь не взирает на лица, Он нелицеприятен. И если человек находится в униженном состоянии, в состоянии, описанном Достоевским, униженные, оскорбленные, это не значит, что его заповеди Божии не касаются. И он может рассчитывать, будучи человеком злым, озлобленным, может рассчитывать на милость со стороны Бога. Нет, конечно. И судья в земном суде не должен отдавать, склонять чашу весов правосудия в пользу бедного, лишь только потому, что он беден. Он должен судить без лицеприятия. Если богатый тебе взятку сует судье, то не принимай ее. Подарки делают судьи слепыми, сказано. У бедного нет взятки, он не может тебе ничем заплатить и подкупить тебя, судью. Но ты не суди его только лишь потому, что он беден, а суди по правде, по справедливости. Он богатый втянул в кабалу долговую бедного. Надо решить тяжбу в пользу бедного, не потому, что он беден, а потому, что богач втянул его в эту кабалу. И тогда это будет справедливый суд, суд, достойный своего названия. Тогда это будет и мишпат, и тздока, о чем говорилось в начале 56 главы. «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Вспомним первый псалом. «Праведник он, как дерево, посаженное при потоках вод, лист, который не вянет, и он приносит плод свое время свое. А нечестивец он, как прах, возметаемый ветром, как мекина, уносимая от легкого дуновения ветерка. А вот если дерево посаженное, укоренено, глубоко пустило свои корни, лист его зеленеет, тогда и самая большая буря не способна вырвать это дерево с корнями и унести». Вот насколько праведник в своем положении укорененности он отличается от нечестивца. Хотя нечестивец может сейчас, конечно, раздувать ноздри, щеки раздувать, брови насупливать, скрежетать зубами, топать ногами, ополчаться против человека праведного, бедного. Но это все ничто. Это все глупость. И ничего у него не получится, в конце концов. Господь сказал, сказано в псалмах, «Не видел, говорит, праведника просящего хлеба, не видел, говорит, праведника оставленными потомков его просящим хлеба». Господь благословляет праведника, даже если кажется в нашей жизни, что праведник живет трудно, преследуется. Как здесь сказано было в начале 57 главы, праведник умирает, никто не принимает этого к сердцу, мужу благочестиво восхищаются, никто не помыслит, что праведник восхищается от зла, но он отходит к миру, ходящая прямым путем, будет покоиться на ложах своих. Вот такие обетования дает Господь. Кроткие наследуют землю, сказано в псалмах тоже, потом будет повторено в Евангелии. Вот есть эти обетования, которые никуда не денешь, и хотя праведник может надмиваться, иметь большой успех, земной успех, наполнять дома свои всяким добром, счета в банках у него, множество этих счетов, но вдруг они вмиг могут исчезать, и все счета оказываются арестованными, и тот, кто вчера считался олигархом, попрошайничает на лондонских улицах и не может даже за те гроши, которые у него остались, нанять себе уборщицу. Бывает и так. Суды Божьи. Ничего с этим не поделаешь. Так что будем, даже если человек имеет достаток, имеет богатство, будем обращать внимание на бедных, относиться к ним милостиво, прощать им все долги, и тогда Господь услышит наши молитвы, примет наш пост, и мы будем вести благоденственное и мирное житие в этой жизни и наследуем будущую жизнь. И так говорится, и застроятся твоими пустыни вековые, потомками добавлено здесь курсивом, значит, по смыслу. Ты восстановишь основания многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Речь идет о восстановлении Иерусалима, конечно, в первую очередь, храма, всего того, чем занимались возвратившиеся из плена остатки израильского народа. Послепленное пророчество. Дальше, 13-14 стихи, заключительные стихи этой главы говорят о субботе. О субботе речь шла в главе предыдущей, в одной из предыдущих глав речь шла о субботе. И вот вновь тема субботы звучит. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти, твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, не будешь ей тяготиться, будешь действительно отдыхать, будешь ты уже не рабом, а свободным человеком. Только свободный человек, не раб, может ценить день Господень, день отдыха. Святым днем Господним, здесь суббота названа днем Господним, потому что шаббат – это Господний день, Господь ее дал, благословил, отделил, осветил, дал ее для человека. Это суббота, чествуемо сказано, будешь считать ее днем чествуемым, почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить. Займись лучше делами милосердия. Накорми голодного, одень ногу в субботу. Это не будет нарушением субботы, а будет ее исполнением. Христос исцеляет страждущих в субботу. Он не нарушает тем самым субботу, как думали фарисеи, он ее исполняет. А вот если у тебя есть возможность порубить дрова и стопить печь в пятницу, вот это и делаешь в субботу, вот тогда ты ее оскверняешь. То будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие. Якова, Отца твоего, уста Господни изрекли это. То есть все благословения народу израильскому будут даны, и молитвы приняты, и пост будет принят, и возведет Господь на высоты земли, и даст кусить наследие Якова, то есть земля, текущая молоком и медом, все благо этой земли, и все плоды ее будут даны, и мир, и благоденствие будут процветать в обществе израильском на святой земле, если будет царствовать в стране среди людей милосердие, милость и справедливость. Один испанский автор очень хорошо сказал, когда власти и правители перестают видеть в себе слуг народа, тогда народ становится их добычей. Это мы часто и видим в наше время, как народ, простые люди, становятся добычей властителей и правителей. У христиан так быть не должно. Запись сделана для библейского портала «Экзегет» и больше ни для кого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова